Всем привет! С последней нашей серии мы тут пропустили один тур под запись, поэтому давайте посмотрим, пока отсутствовали, что тут произошло. ЦСКА Урал 2-1 был матч сыгран, Спартак Утинамо выиграл 1-0, Локомотив Укрылышек 3-0, Арсенал-Краснодар 1-1 сыграли, Ростов-Ахмат 1-0, Зенит-Ура-Уфа 2-0, ну и мы с Денисеем играли, выиграли 2-0. Ну здесь, в общем, состав у нас был из основы, наверное, Ломаев только играл, и Гомес, да, вот из таких игроков, и то на замену я выпустил Кондакова, Гусева, Цыпченко, то есть вот такой вот матч, 2-0 мы выиграли, Витюгов забил дальним ударом, и Гомес, ну 2-0 здесь, такой матч был, ротация, но с командой, которая идет внизу, поэтому здесь можно было себе позволить, Волгарь, Рубин 1-4, также среди недели сейчас тур уже стартует, во всем уже идет, почти заканчивается. ЦСКА Зениту проигрывает, вот так вот, неожиданно, наверное, ЦСКА выиграли хорошо, так шли. Крылья, Спартак 2-3, вот такой вот непростой матч, Спартаку предстоял, Уфа обыгрывает Арсенал, Ахмат Локомотив по нулям, ну и здесь, Енисей, Ростов 2-3, Краснодар, Волгарь 4-0, нам с Рубином играть сейчас. Ну мы видим турнирную таблицу, 6 очков, всего-навсего, Спартак, он отстает от нас, но у нас 2 игры в запасе, то есть если мы будем их, конечно, выигрывать, то все будет хорошо, но Рубин, неплохо команда смотрелась в первом круге, так скажем, но во втором, конечно, подсдала, но дома-то не могут против нас играть как следует, и давайте мы с вами посмотрим этот матч. Практически все у нас отдыхали с Енисием, так что Тотунхенд они прошли, как мы помним, вот этим, в принципе, составом мы играли, вот давайте в Казани теперь себя как-нибудь проявим, так, 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 ну что сказать, мы можем попасть в линии чемпионов, что-ли, своей победой, да, если выиграем. Так, ну, мы заслужили это, пока его не будет, это их проблемы. У нас тоже кого-то нет, нет у нас Менисиуса в защите, странный человек, вот. Поэтому здесь Солдатинков, да, сыграет Хоуи, желтая, плохо, конечно, это все, когда в школе карточки в начале матча. Хоть уже играть нужно осторожно, но Рубин, что там предложит, а что-нибудь да предложит, вот здесь момент опасного, мы отбил, но там не игры, судья зафиксировал. Поэтому все нормально. Ну, мы с Рубином играли как в первом круге, 2-0, он, кстати, под Березкин свои ворота тогда забил, да, было и делом. Ну, так-то мы выиграли. Здесь, сейчас посмотрим. Ну, конечно, нам календарь такой, здесь штрафной опасный, Ломаев отбивает. Опасно, вот со штрафного было. Календарь у нас потом с Краснодаром, играть у себя на поле. Потом Снэнфорд Бридж в Челси. То есть, здесь все такое серьезное, серьезное нас все будет ожидать. И все пока не знают, что будет. Здесь удар головой Джанаев ловит. Ну, это мяч в створ летел, конечно, но не знаю, защита этого за удар в створ или нет. Дикмайер, Сулейманов, Швеллер, Евангелиста. Ну, так вот, перепасовываемся в центре поля на Казани-Арене. Зиньковский, Гомес. Гомес может пробить, но плохо пробил. Пока лучший бомбардир у нас Гомес в чемпионате. Ну, такой 19 лет ему уже исполнилось. В общем, очень хороший нападающий. Он еще будет прибавлять, конечно. И Волга, наверное, у нас не задержится, по всей видимости. Вот. Ну, очень, кстати, все тренировки хорошо всегда проводят. Постоянно где-то лучший на тренировках. Это очень радует. Так, ну, играли-то мы неплохо. Давай попросим так же играть. Мы можем победить, конечно. В чемпионате все-таки там Спартак стал выигрывать после зимней паузы, как мы видим. И уже своими победами, да, подобрался до 6 очков, конечно. Но здесь у нас еще есть матч в запасе. 2. Вот один из них. Сейчас мы можем уйти в отрыв опять, если выиграем, конечно. По статистике мы явно лучше Рубина, но завершения атаки пока у нас нету. Ну, штрафной может Зиньковский исполнит? Нет. Пока нет. Ну и менять. Кого менять? Ну, давайте. Так, поменяем. Так, так, так. У нас Майерович, по-моему, да, дисквалифицирован, что ли. А, да, забыл я про это. С этим он играл. С Енисеем. Поэтому... Под дисквалификацию попал перебор желтых карточек. Так, у него. Так, сорвили. Ну, сорвили. Ну, что за ошибка. Заброс идет. Ну, здесь наш первый Колесниченко ушел все-таки от подката. Сорвили. Но... Да, они удары идут сегодня плохо. Очень плохо. Ну, и... Кого бы нам еще выпустить, спросите вы. Хороший вопрос. Пока мы атакуем, ну, никак. Не забьем гол. Евангелист еще дальний удар. Ну, что ж сегодня дальний удар это вы делаете непонятно для чего. Абсолютно непонятно. Так, ну... Кого в атаку мы можем выпустить? Так... Ну, Гусева я выпускал на замену. Ну, это, знаете... Ну, все так. Можно, конечно, сделать ход такой рисковый. Дикмайера выше поднять. А Паршикова вот сюда выпустить вместо Сулейманова. Ну, то есть, чтобы Дикмайер был не защитником у нас. Ну, здесь нужно на угловом не пропустить, в первую очередь. Ну, и... Сыграет ли ход Дикмайера в атаке? Как-то он в обороне неплох. Оценка хорошая. Опять. Ну, не можем забить. Ну, это, конечно, огорчает. Рубин в атаку пошел. Пять минут до конца. Здесь перехват Клесниченко, Евангелиста. Умиаров. Евангелиста. Заброс на Гомеса. Гомес тут один. Ну, и пробил и забивает Гомес. Ну, вот так. Из ничего три человека тут с ним были. Но не смогли его сдержать. Ну, вот, когда ничего не идет... Ну, так индивидуально он тут смог пройти и пробил. Но Жанайев тут явно не выручал. Должен брать такие мячи. Здесь, смотрим, положение вне игры нет. И... Все хорошо. Было у нас явно преимущество по статистике, по всему. Но... Вот... Кое-как. Заковыряли один этот гол. Не самым логичным образом, наверное, здесь. Момент едва, но... Колесниченко забивает. После углового. Ну, это... Финиш. Ставим точку. На девяностой минуте. Здесь разыграли угловую. Заварухин подал. Здесь Солдатинков пробил в защитник. И мяч от защитника отлетел. Кирилл Колесниченко. 0-2. Ну... Так или иначе... Выигрываем мы этот матч. Ну, Рубин там со стандартов что-то пытался сделать. Здесь даже фол не зафиксировал. Арбитр... Кринальный свисток прозвучал. Так. 2-0. Мы выигрываем. Давайте поздравим с этим. Хотя забили лишь в самых концовках уже, да. Вот. Так что здесь... Такие вот интересные дела. Смотрим. Посмотрим на итоги тура. Смотрим теперь турнирную таблицу. Да. Вот мы выиграли 2-0. Ну и Урал проигрывает Динамо. 1-2. Вот он тур завершился. 26-й. Ну и мы квалифицировались в Лигу Европы пока что. В общем, в Лигу чемпионов не квалифицировались. 9 очков у нас преимущество над Спартаком. Ну и еще игра в запасе. Следующий матч, да, с Краснодаром. Нам домашнее играть. Вот. Отправимся мы туда. Приближаемся мы к тому, чтобы стать чемпионом России. То есть, если Спартак все свои матчи выиграет, оставшиеся наберет 62 очка, а у нас сейчас 59. То есть, победу в этом матче, конечно, наверное, чемпионство вам не гарантирует. По личным встречам Спартак нас там опережает. Но в следующем матче можно уже стать чемпионом. Если, конечно, здесь сыграть должным образом. Федор Чалову мы видим, Краснодар к нам приехал. Ну и здесь, в общем, вот такая вот расстановка. Но, опять же, опять же, да, у нас... Так, вот так... 5-0. Матч первого круга был в Краснодаре. Вот так вот мы тогда выиграли. Очень разгромное такое поражение нанесли Краснодару. Наверное, они помнят, как такое забыть. Ну и вот играем мы с ними. У нас впереди, конечно, сейчас Челси будет ехать в Англию. И в Англии там уже... Ну, как получится. Посмотрим. Внимательнее, да, как там Челси выступает в чемпионате. Изучим этот вопрос за последние несколько дней. За три дня до этого, собственно, поединка. Ну и здесь нам надо как-то сыграть, пока атакующих действий мы не наблюдаем. Все так происходит в каком-то спокойном ключе. Краснодар наносит некоторые удары. И за вот он идут. Бортасевич навешивает. Удар головой не последовал куда следует. Вдоль как-то мяч полетел. Дикмайер. Навес в штрафную. И... Швейер. Открывает счет. Десятый гол в сезоне. Молодец. Голову здесь смог забить. Дикмайер. Результативная передача. Ну и тут уже, конечно, надо было попасть. Он попал на двадцатой минуте. Молодец. Попросим еще игроков проявить старания. Матч с Краснодаром. Ну и так. Пыровняли мы по владению мячом. Игру по ударам. Здесь штрафной Бортасевич навешивал неудачно. Майерович. Ну Сулейманов не может играть. Он так как арендован у Краснодара. Поэтому его сегодня нет в заявке вообще. Играет Майерович. Так. Евангелиста. Да не удар. Ухасик взлетел. Было бы, конечно, весело. 1-0. Вот такой вот счет у нас развивается на события. Сталину больше наносить ударов. Уже превосходя Краснодар. Так что нужно развивать успех. Конечно, я думаю, игроки думают не о том, как там станут они чемпионами. О том, как играть с Чилси в гостях. В любом. Здесь мысли такие. Должны посещать. Первый тайм заканчивается. 1-0. Мы видим его результат. Ну и... Давайте. Скажем. Никак. Вы можете лучше тогда. Вас помощник не хочет. Мотивировать игроков. Давайте проделаем это за него. 2-й тайм. Конечно, многим нашим игрокам придется очень сложно. В Англии должны подойти они в хорошей форме еще при этом. Вот. У нас, правда, по-прежнему травмирован Венисиус. Поэтому... Солдатенков играет с Коя. Что поделаешь. Ворачиваем преимущество по ударам. Второй позабить. Было бы вообще классно. На Дикмайера перевод. Дикмайер прострел. Ну и здесь Зиньковский забивает. Много кто мог забить, видимо, после этой подачи на мяч. До Зиньковского дошел и... Тот забил. Дикмайер, конечно. Ну, там и его вес был где-то. Но... Случилось так, как случилось. Полчаса сыграно. 2-0. Дикмайер, две результативные передачи. Молодец. Замины. Если делать, то тут надо смотреть, кто больше устал. Может быть, дадим отдохнуть центральным нашим игрокам. Так. Так. Горшков. Выходи. И... Монгланду. Давайте выпустим. Вот. Для замены. Центр поля. Сразу же. Такие действия у нас тоже. Нормально. Ну и можно еще, наверное, Эншвеллера, да? Так. Так. Где у нас? Так. 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 Сорвели. Выходи. Ну, соперник будет после остановки какой-то. Ну, это все нормально. Зинковский. Ну, Баркасевич. На вес идет. Ну, здесь моменты. Майорович забил. На 11-й был в сезоне. 3-0. Вот так вот. Мы играем. Как-то легко очень получается. Все с Краснодаром. И в первом матче 5-0. И сейчас 4-0. Удалительный, конечно. В общем, 8 головцев в двух матчах отхватили. Краснодарцы-то по полной. Уткин у них, конечно, не так заметен. Ну, хотя уже основной игрок играет постоянно. Здесь стандарт опасный. И вот пропускаем. Все-таки Даниил Уткин был незаметен весь этот матч. Ну, и забил. Это для него важно, я думаю, против команды, в которой он провел два сезона. С Фанель вышел в премьер-лигу, стал чемпионом. Но... Ух ты, Зинковский. И со штрафного кладет. 4-1. Молодец. Бывает иногда у него такое. Ну, попал. Там бородай, конечно, должен брать такое. И 4-1. Дубль. Зинковского Гомеса сегодня не забил. Что? Ну, ничего страшного. Так, Дикмайер. С мячом. Майерович. Спокойно уже играем. На Братасевича. Сюда перевод. Зинковский. Зинковский полез зачем-то в обводку. Его там отобрали у него мяч, в общем. Ну, и Джикия тут идёт вперёд, смотрите. Переводят. Неплохо перевёл. И здесь момент у Краснодара ещё. Ух ты, Ломаев. Он там уже вне игры было со второй попытки. Да. Дали возможность Краснодару ещё забить. Джикия забрасывает куда-то. Входит здесь спокойно. Ну, Ломаев мяч выбивает. Так. В центре поля Гомес. Зинковский. Валя этого. Ну и. Штрафной. Ну, заканчивается игра. Зинковский вряд ли отсюда будет бить, конечно. Смысла нет. Заброс в штрафную. И сорвился. Суспевает. Но вне игры. Фиксирует судья. И сейчас прозвучит, наверное, финальный свисток. 4-1. Вынос Краснодара. Ну, поздравим с этим событием, конечно. Ну и посмотрим результаты тура. Обеспечили мы себе место в Лиге Чемпионов. И почти стали чемпионами. Ну и смотрите. Первоначальные бюджеты нам на следующий сезон представляют 24 миллиона евро на трансфер. И вот уже кое-что, конечно. Ничего с этим не поделаешь. Так. Давайте смотреть. Спартак-Ахмат 5-0. Арсенал ЦСКА 0-1. Динамо-Крылья 0-2. Волгарев А1-2. Зенит выигрывает 3-1. Ну, Зенит уже ни в какие еврокупки не попадет. Ростов-Рубин 1-1. Мы 4-1. У Краснодара. И Локомотив 0-0 играет. Енисея. Представляете. Вот так вот печально. Не смог Локомотив выиграть. Ну, пока вот, не знаю, в зале бы чемпионов команда еще сражается. Три тура остается сыграть. Но, я говорю, Спартак 62 максимум очка может набрать. Ему три матча осталось. Соответственно, следующее наше очко будет чемпионским. Или, если Спартак не выиграет свой матч. Вот. Давайте посмотрим. Спартак у нас будет играть. Ну, он после нас будет играть. Так что, с Енисеем, с Ултсайдером и с Уфой. Но, у нас сейчас в Челсе. Это гораздо важнее. На Стефорд-Бридже мы, оказывается, в Лондоне были. Мы уже в Лондоне не так давно. С Тоттенхэмом у нас был матч. Ну, теперь, здесь, конечно, в Челсе, Азар, Батшауи, Сенсио, Павон. Ну, здесь Варрана, смотрю, гулял. Они уже приобрели. Молодцы. Очень даже молодцы. И еще, кстати, у них там травмирован Марата. Если я не ошибаюсь. Так. Ну, давайте попробуем. Если они на пятом месте в Англии. Вот, если бы я тренировал Челсе, например, вот с этим составом, я думаю, я бы выиграл спокойно чемпионат Англии. Да, с первого захода даже. Такой состав серьезнейший просто. Челсе. Не знаю, почему. Здесь Жордин. Его тренирует. Тренер, который был в Монако. Да. У него там всех скупили там. Помним и Мбаппе. Того же. Ну, и Головина еще приглашал. Он же был тренером. А потом его уволили. И сейчас Монако непонятно ли что показывает. И по 5-1 проигрывает. Каким-то там непонятным командам. Такс. 0-0. Ну, это ничего не значит. Ох, Азара. Викмайер просто прибил. Получил красную. Ну, знаете, на 16-й минуте остаться в меньшинстве с Челсе. Конечно, это серьезно. Серьезнейшим образом. Давайте Заварухину туда попробуем. Бортасьевич. Сюда. Да. Вот. Это, конечно, жестоко. В исполнении Дикмайера сейчас было. Ну, ладно, был хотя базар. Прибил бы, да. Чтоб там заменили. Нет. Просто получил красную карточку. за то, что срубил его просто. Там сзади где-то здесь момент. И нам должны были сейчас забивать. Просто так все происходит. Даём преимущество. Серьезнейший Челс. Бортасьевич вышел на замену. Сразу на желтую сел. Конечно, там такие фланговые игроки, что очень-очень серьезно против них действовать. Ушился. Получил. Но Дикмайер, конечно, подвел нас очень-очень сильно. Угловой в концовке тайма. Начался. Пытается забить. Раздевалку. Дальний удар. Не прошел. Хоя там, кстати, играет. Это игрок арендованный учился. Ох, азар. Что творит азар. Вынести. Вынести. Ужасы. Но Хоя свои дела. Он должен себе показать. Против Челси, например. Мы видим 7-1. У него оценка. Он мотивирован просто-напросто. Потому что хочет играть, видимо, за Челси. В основе. Потому что у нас в аренде находится. Да. Так оно и есть. На что нам рассчитывать. Не на что пока. Контратакующая игра. Ну, какая-то есть удар. Это мы совершали. В меньшинстве, конечно, это сделать будет еще сложнее. Но мы и в меньшинстве там что-то наносили. Хоя пишут. Вот пишут. Непобедим в воздухе. Но он один же не может вытащить всю эту команду. Правильно. Азар на вес удар ломает. Да. Очень опасно. Венисиус. Аккуратнее, аккуратнее. Сулейманов. Бежит один. Зиньковский. Ну, здесь уже о атакующей игре говорить нечего. Только контратака. Ну, здесь Сулейманов на Гомесу. Гомесу! Ну, как ты, Гомес-то? Как-то там не игры зафиксировали. Кепа этот. Смотрите, как вытащил туда. Угу. Кепа. Испанец. Даже вне игры там не засчитали. Но он сыграл, конечно, очень здорово. Так. Что нам делать? Вопрос. Очень-очень серьезный. Челси продолжает атаковать. Спирикой это. Канте. Здесь перевод. Азар. Азар. Они держат прострелы 1-0. Батшавый забивает. Вот Азар. Конечно. Конечно, Азар. Много решает в этой команде. И проходит. Очень много передач раздает. Но здесь выпить, конечно, без вариантов. Азар. Очень сложно в меньшинстве играть против Челси. Очень сложно. Ну, давайте попробуем освежить фланги наши. Азар. Может быть, убежать удастся кому-нибудь. Ну, вот из этих двух игроков. В какую-нибудь там, в контратаку. Если получится. Ну, а Гомерса менять. Ну, он может забить. Естественно. Из ничего. Беззамен Челси играет. Все их устраивает. По всей видимости. Очень сильные оценки. Ну, здесь моменты ломают. Ловят. Здесь просто приходится выбивать. Зачем вот эти розыгрыши возвращать на вратаря. Ну, зачем? Венисиус. Ох. Асенсио идет. Заброс. На фланг. Паврон здесь. Навес. Ну, и тут следующий удар остается. Ну, вот замена. Жру, значит, выходит и Виллиан. Ну, уже сколько лет тут? 34. А Виллиан 32. Крестниченко вышел с повреждением. Получил в этом матче. Ну, и, конечно, сложно. 30 ударов Челси. Это, что значит, удаление. Счет удар. Ну, 1-0. Отыграть будет практически нереально. Тем более, Дикмайер у нас пропустит следующий матч. Да. Вот. Ну, что скажем. Молодцы, конечно. Отбились. Не пропустили много. И поэтому перед ответным матчем такие вот у нас шансы. Ну, Хофенхайм проигрывает Атлетику Мадрид 1-2 на своем поле. Ну, и Атлетика Мадрид, по всей видимости, выходит в финал. Ну, я думал, они уже этого не упустят, хотя у них там тоже удаление было, но уже в концовке. Ну, а мы, да, на 16-й минуте играть в меньшинстве, конечно, это очень большая нагрузка. Ну, все хорошо сложилось. То есть, пока еще 1-0, всего лишь мы проиграли. Значит, какие-никакие шансы у нас будут на ответный матч. После этого матча мы можем стать чемпионами России. Если мы берем одну очку или три очка, в общем, с Уфой, мы управляемся на съемен «Нефтяник» в Уфе, который там находится. И вот попробуем стать чемпионами после Челси. Так, ну, как-так-так, ну, тут я не знаю, что сказать. Давайте лучше игру, может, покажем. Так, здесь все понятно. Ну, и не так много болельщиков находится в Уфе. Вот. Ну, и, опять же, можем стать чемпионами. Хотя, вот, матч с Челси был такой непонятный. Хуе. Я дал отдохнуть. Неплохо сыграл очень. Дикмайер будет у нас играть. Потому что в ответке не сможет просто-напросто с Челси играть. Вот и все. Пришлось его штрафануть. Согласился он со штрафом на неделю. Свою недельную зарплату. То есть, нельзя так действовать против Азара. Ну, просто подвести команду в начале матча. И, могли бы мы проиграть, наверное, больше, чем 1-0. Так, здесь момент хороший. И Заварухин забивает. Вот так вот. Заварухин отличается со штрафного. Пошел заброс. Вот такой хороший заброс. Из глубины он выбегал. И забили мой гол. Но это не Челси, конечно. Поэтому... Так можно действовать. Вот так открыли счет. Что дальше? Что дальше? Да, все ждут чемпионства нашего, по всей видимости. Туром раньше, туром позже. Я думаю, это не принципиально. В центре поле я тоже дал отдохнуть некоторым нашим игрокам. Сегодня их опасно. Со штрафного там Якуба пробил. Так, Солдатинков. Тут... Сухой, да? Кошки-мышки играть можно, конечно. Но лучше этого не делать. Ох, в подкате как. Хорошо. Зиншвеллер, да, наверное, был? Вот так вот сыграл. Дикмайер. Перевод, удар. И Зиньковский мог. Сейчас забить. Не забил. Вот. Счет у нас 0-1. Видим. Видим мы все это. По ударам, конечно, вообще. Очень мало ударов наносится в этом матче. Ну, счет нас пока устраивает. Вот. К перерыву. 0-1. Ну, в створ мы бьем. Частенько. Из того, что бьем, конечно. Перерывчик. Наблюдаем. Ну, и... Что здесь? Наш выиграет мяч, теряет. Честно нам говорят. Нельзя расслабляться. Хотя бы напряглись наши люди. Нельзя этого делать. Ну, конечно. У нас впереди Челси. Ответный матч. Как играть. То есть, там... Будем думать сейчас. Ну, с составом. Ну, видимо, Паршикова придется ставить в основу. Это очень интересно. Как он сыграет там на правом фланге, да? Против Азавра. Вот. Он очень серьезные ребята. Мне не сказать, что Заварухин с ним не справился. Ну, тут надо думать, в общем. И разбираться. Так. Кто у нас тут? Плох совсем. Ну, давайте. Швейлер и Сулейманов. Удохнуть. Пусть у нас выйдут. Майорович и Сорвели. Зиньковский желтую получает. Что здесь, судья? Пенальти ставит? Ну, начинается. Пенальти в наши ворота. Непонятно за что. Уфа. Нет. Ломаев вообще намертво поймал мяч. Это как в стиле Яшина. Каких-то там годов. 0-1. По-прежнему счет. Вот так вот. Дикмайер желтая. Ну, что поделаешь. Так. Ну, тогда Колесниченко. Пусть выйдет. Последняя наша замена. Вот. Гомес еще на желтый. Зачем-то. Валит у нас часто комис. В атаке. Здесь опасный штрафной. Сказать пока нельзя. В общем, матч такой унылый какой-то мы видим. Мы не переигрываем уфу, чтобы чувствовать себя комфортно. Да. Вот. Позволяем много даже моментов наших ворот создавать. Но, по всей видимости, станем чемпионами сейчас после этого матча. Четыре минуты компенсированные проходят. Уфа, конечно, поборолась, сражалась, пыталась, но пинать они не забили. Это, конечно, печально. Вот здесь еще у них была возможность подать, но не получилось. Время вышло компенсированное. Но Уфа в атаке. Последняя, наверное, подача выносит тут. Уфа в атаке. Там еще фиксирует судья. Ну, на этом все. Да. Становимся мы чемпионами России. Представляете? Вот. Праздновать наши игроки. Хотя показали им матч очень плохого качества. С Челси такое, конечно, не прокатит. Так вот, играть с динами. Но, надо сказать, что вы... Поздравляю с этим, что вы выиграли чемпионат России второй раз подряд. Результаты тура давайте с вами посмотрим. Рубин Локомотиву проигрывает. То есть, да. Со второго места Рубин, конечно, свалился. Серьезно. Краснодар обыграл Ростов 2-1. Зенит проиграл Тульскому Арсеналу. Вот так вот. Который в переходных матчах, по всей видимости, окажется. Ахмат Динамо по нулям. ЦСКА Волгарь. Вот тут неожиданно в ничью играют. ЦСКА. Ну и проблема. ЦСКА, конечно, с Лигой чемпионов могут возникнуть за третье место. Вот они с Локомотивом тут сражаются. Урал крылья 0-2. Мы выиграли и стали чемпионами. Ну и Спартак обыграл Енисей. 2-0 в гостях. Вот тур на этом и завершился. 28-й. Хотя у нас по-прежнему еще игра в запасе есть. Да, нам с Челси играть. Давайте в ответный матч отправимся, конечно, на эту игру. Ну и Челси у нас на стадионе оказывается. Марата выздоровел у них. Так что очень такой серьезный нападающий. Вот. Ну и состав, конечно, такой у Челси. не позволяет. Никмайера не будет. Ну мы про это знали. Конечно, как он только красную получил. Вот и все. Ну давайте смотреть, что у нас тут получится в этом матче против Челси. Ну, Челси, конечно, имеет некое преимущество. Забив гол вот этот 1-0, да, в первом матче. Соответственно, шанс у них есть. И тем более, если они здесь нам забьют. Нам придется 3 забивать, а это очень непросто. Здесь Субиманов толкается, бодается, мяч сохраняет. Перевод Паршикова. Паршиков. Ох, они совсем удачно. Скидка и удар даже был. Но разве это удар? Сначала матча мы какую-то активность продемонстрировали. Вот теперь угловой. Первый удар по нашим воротам произошел. И Челси сразу удары наносить. Начали чуть-чуть акклиматизировались, так скажем, на нашем стадионе. Они тоже атакуют. Сулейманов, Эншвеллер. Сулейманов, Эншвеллер, Эвангелиста, может пробить. Удар издалека и 1-0. Дальний удар, Эвангелиста. Ну, хорошо попал. Вот так здесь мяч они катали-катали. Выбили на позицию ударный Эвангелист. И тому никто не держит. Не мешает. Что ж не пробить-то? Пробил. 1-0. Мучился, атакует, конечно же, тоже. У них срана, да, если Челси не будет атаковать. Так, Суворухин отобрал. Тут все прыжки, конечно, опасные. Можно нарваться на удаление очередное. Заброс на Гомеса. Успеет, Гомес успеет. Успел, 2-0. Вот так вот на 27-й минуте. Ну, конечно, мало кто ожидал, я думаю, такого поворота. Но... Гомес успел вот здесь и успел пробить в дальний угол от перекладины мяч. В воротах, оказывается. 2-0. Ну, так. Челси сейчас побежит. Знаем мы этих футболистов. Азар. Азар. Переводится. Наполон. Наполон. Пропадача. Удар. Марата. Амина. Альвара Марата. Вот так вот выздоровел товарищ. Ну, серьезный нападающий. Конечно, много моментов не реализует в реальности. Но... Здесь все может быть еще. Пока что вот так вот все складывается. Примерное равенство по ударам. Ну, в створ, конечно, мы больше наносим ударов. Но это... Ничего не значит. Можно в створ наносить больше, но они не все будут не опасны. В общем... Здорово провели мы первый тайм. Конечно, еще второй тайм впереди. Атлетик тоже. 2-0 ведет. Ну... Давайте посмотрим на второй. Там сейчас могут что-то изменить. Какая-нибудь ошибка может быть. Варан. Желтая. Ну, это хорошо. Еще бы удаление бы учился. Было бы вообще отлично. Вот у мяров плохо, что на желтой. В опорной зоне у нас действует товарищ Челси. По ударам. Какие-то наносит. Конечно. Ди Йонга меняют. В центре полузащиты. Полчаса прошло. Постараться. Попрошу наших игроков. Биллиан выходит вместо погона. Биллиан. По ударам Челси уже лучше. Пока мы сдерживаем их. 20 минут впереди. Сдерживаем. Вениси в желтое. Штрафной. Виллиан. Перевод на Кристиансона. Он был дисквалифицирован в первом матче. Перебор карточек. Так. Сейчас играет. И Челси сейчас организует свою атаку. Но не оставлять одного Виллиану. Хороший удар. Очень опасно сейчас было. Да. Концентрацию я попрошу игроков. Вот. У них выходит еще какой-то опять Вундеркинд. Угу. Так. Ну, замену я могу сделать. Я надеюсь, что на фланге у нас Сулейманов выйдет. Выйдет. Вместо... Вместо Сулейманова Майеровича, конечно же, выходит. Валуканте желтое. Так. Время немалимо улетает. Может быть, следует поменять нам Умиарова. Выпустим... Выпустим Горшкова. Так. Такая замена. Четыре минуты сюда добавляет. Четыре минуты. Ну, давайте время тянуть. Заменим Зиньковского. Плесниченко. Соответственно, время будет больше добавлено уже. Из-за этого. Угловой мы тут подаем. Это очень интересно. Навес идет в штрафную и там что-то в атаке. Фиксирует и финальный свисток. Вот так вот Челси тут все хватаются за голову. Но реальнейший момент мы видели, пожалуй, только Вилли на удар. И 2-0 мы, смотрите, как умудряемся пройти в финал. В общем, я доволен вашей игрой, ребята. Ну, видимо, Атлетика Мадрид там будет нас ждать. Ну, для нас такая новость. В финал, да, будет с Атлетикой Мадрид. Но, смотрите, матч-то пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе Зенита. Вот так вот мы будем как бы гостями с одной стороны. Но с другой стороны мы будем в России. И, надеюсь, болельщики российские придут поддержать нашу команду. Несмотря на то, что мы из Москвы. И придут, собственно, болельщики Санкт-Петербурга поболеть за нашу команду. Против серьезнейшей команды Атлетика Мадрид, которая идет на первом месте в чемпионате Испании. Давайте смотреть. Видим, да? Четыре очка они опережают Барс и Дриал. Собственно, Атлетику Мадрид, конечно, имеет возможность стать чемпионом Испании к тому моменту, когда мы с ними сыграем. Ну, что есть, то мы видим все это. В общем, 26 мая мы, конечно же, сыграем. Еще раз турнирную таблицу напомним. Так, стали мы чемпионами. Здесь уже все понятно. Нам играть с ЦСКА в следующем матче. Домашний наш поединок будет. Но уже все здесь в чемпионате понятно. В этой серии, значит, Сенесей мы не смотрели. Матч, но мы его выиграли. 2-0. Рубин обыграли 2-0. Видели это в гостях в концовке. Два гола было забито. Ну, так вот. Краснодар 4-1. Прошлись по нему. Уткин, бывший наш игрок, забил. Тоже интересно. С Челси. Вот был матч выездной очень сложный. Из-за удаления Дикмайера, конечно, 1-0 мы проиграли. Но, дальше была Уфа обыграна. Ну, в таком унылом матче, так скажем, пенальт еще не реализовал. Мы стали чемпионами. После этого из Челси выложились практически как следует. Так что 10 тысяч с небольшим тут наблюдал за этим матчем. Очень, кстати, мало. Ну, стадион больше не вмещает, в принципе. В следующей серии будем смотреть уже все остальное. Что нам тут осталось. Так, ЦСКА, значит, Ахмат. Ахмат это перенесенный матч еще. С давних пор Спартак. Кубок России, финал Зенит. Последний тур нас будет ждать. И после этого мы уже, наверное, из Питера никуда не будем уезжать. Я надеюсь, сыграем здесь же в финале Лиги Европы с Атлетико Мадрид. Вот так вот. Что нас будет ждать в последней серии вот этого третьего для нас сезона. Ну, на этом все. Пока у нас хорошо и удачно. Я буду с вами прощаться. Давайте посмотрим. Уже дождемся последнюю эту серию. И здесь все станет понятно. Выдающийся победа, конечно, на Челси. 2-0 выберем. И Тоттенхэм, и Челси. Это, конечно, здорово. Если еще и Атлетико Мадрид нам удастся обыграть. Будет вообще что-то выдающееся. Всем спасибо за внимание. Серия на этом заканчивается. Всем пока.